Ассалам алейкум, азиздуслар. Дорогие друзья, я очень рада, что уже стала доброй традицией проводить памятные мероприятия в резиденции Оксарой, где долгие годы трудился наш первый президент. Благодаря историческому решению Шавката Миромановича Мерзиёева, эта территория превратилась в одно из мест почитания светлой памяти Ислама Каримова. И мы сегодня имеем возможность встречаться в этом прекрасном здании, в котором чувствуется само присутствие Ислама Абдуганиевича. 23 июня, как уже было сказано, исполнилось 30 лет со дня назначения Каримова на должность первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. Это еще одна знаменательная дата, связанная не только с его биографией, но и с историей нашей страны. Ислам Каримов руководил республикой, как мы знаем, в начале партийного лидера. Как это было во всех субъектах Советского Союза. А уже в марте 1990 года, когда республика еще находилась в составе СССР, он был избран Верховным Советом Узбекской ССР на пост президента республики. Был создан прецедент. Он стал первым президентом Союзной Республики и вторым президентом в СССР после Михаила Горбачева. Чем, конечно, вызвал недовольство у руководства в Москве. Но Ислам Каримов не испугался. Он не пошел на попятную. Он был полон решимости отстаивать интересы всех людей, живущих в Узбекистане. Ислам Каримов руководствовался несобственными амбициями. Этим шагом он взял на себя всю полноту ответственности за судьбу нашей страны в то непростое время. В этой трудной ситуации, полной драматизма, как вспоминал сам Ислам Дуганевич, на кон была поставлена не только его карьера, но и сама его жизнь. Об этих годах уже сказано немало. А я бы сегодня хотела коротко остановиться на том периоде его жизни, который предшествовал всем этим событиям. Пройдя все ступени карьерной лестницы от рядового сотрудника Госплана до председателя Госплана, проработав министром финансов, Ислам Абдуганевич на основе глубокого анализа социально-экономической ситуации в стране уже в качестве заместителя председателя Совета министров Узбекской ССР выступил с конкретными предложениями по решению многих насущных проблем, которые созрели на то время в республике. Свои идеи Ислам Каримов изложил в докладной записке, которая, к сожалению, не нашла понимания ни в республике, ни в центре. И мало того, за его излишнее рвение в декабре 1986 года его направили возглавить Кашкадаринскую область в самое сложное время, в самой тяжелой обстановке. Надо сказать, что у него не было опыта практического руководства по партийной линии. И, как в то время мы все знаем, обычно к такой должности готовили людей достаточно долго. Ситуация осложнялась еще и тем, что в то время доверие народу к руководству области было полностью утеряно. И поскольку так называемые хлопковые дела в той или иной степени пострадали десятки тысяч семей. И по социально-экономическому положению область на тот момент считалась одна из самых отстающих. Все это усугублялось еще и тем, что назревали межнациональные, межэтнические конфликты. Поэтому Ислам Дуганючу предстояло переломить настроение, завоевать доверие людей и пробудить их веру к переменам к лучшему. Надо сказать, что в отличие от опыта работы прошлых лет, Кашкадарье Ислам Дуганючу пришлось общаться непосредственно с людьми, смотреть им прямо в глаза, чувствовать их боль, чувствовать их проблемы. И надо было быстро принимать конкретные действия и решать остро накопившиеся задачи. Эти годы, как никогда, Ислам Дуганюча приблизили к народу и закалили его характер. Прежде всего, он стремился улучшить жизнь простых людей. За три года его работы в Карши были построены детские сады, дороги и другие объекты культурного назначения. Ислам Каримов проявил твердость принципиально также и принципиальной защите несправедливо на пострадавших людей от хлопковых дел. Люди начали чувствовать, что о них проявляет заботу. Они увидели реальные изменения, проводимых преобразований и поверили Исламу Каримову. Это было самым главным, пожалуй, в целях его деятельности. Обладив за короткое время ситуации и четко определив приоритеты развития, он приложил все силы, чтобы область, буквально лежавшая на боку, быстро стала развиваться. В скором времени производство промышленности, сельскохозяйственное производство начало расти. Надо сказать, что это было в 1989 году, когда обстановка во всем бывшем Советском Союзе резко осложнилась, и Узбекистан не был исключением. Мало того, республика по уровню социально-экономического развития занимала одно из последних мест. И драматичная ситуация в тот период еще усугублялась межнациональными и ежедническими конфликтами. И, как мы знаем, в мае-июне 1989 года в Ферганской области произошли массовые столкновения, известные как ферганские события, в результате которых были и человеческие жертвы, и было много пострадавших. Неспокойно было и в областях. Мало того, незадолго до этих событий первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, как мы знаем, Рафика Нишанова, избрали председателем Совета национальности Верховного Совета СССР. В связи с этим он должен был постоянно находиться в Москве. И таким образом, к тому времени, республика оказалась практически без руководителя. И вот именно в столь сложной ситуации Центру было необходимо найти человека, который бы смог не только возглавить республику, но и решать накопившиеся проблемы. И надо сказать, что у членов Политбюро не было единогласия. Но им нужно было найти человека, который бы взял на себя решение всех проблем в этой стране. И одобрение Ислама Дуганича проходило достаточно в сложной обстановке. Буквально на следующий день после избрания Ислама Каримова руководителем Узбекистана, то есть 24 июня 1989 года, на заседании правительства он решительно заявил, «Впредь мы не можем жить по-старому, и само время не позволит нам этого». И настойчиво за шагом приступил к реализации собственной, выстроенной, глубоко продуманной программы развития республики. Правильно сориентировавшись в обстановке, Ислам Каримов сконцентрировал свои усилия на экономических реформах, прежде всего направленных на улучшение положения сельского населения, так как сельское население составляло большинство. Уже в 1989 году было принято беспрецедентное решение о выделении сельским жителям орошаемых земель под приусадебные участки. Общая площадь отданных за два года участков земли составила 400 тысяч гектаров и превысила совокупные земли, которые выделялись всему народу Узбекистана за все годы советской власти. Со стороны Ислама Каримова это было не просто смелым действием, а принятием ответственности на себя за выделение из сева оборота колхозов и захозов определенной части поливных земель. И самое главное, это было сделано без согласования с Центром. Именно благодаря уникальным лидерским качествам Ислама Каримова, его жизненной воле, патриотизму, любви к родине, а также последовательно проводимой глубоко продуманной политике удалось переломить и предотвратить скатывание страны в состоянии хаоса, сохранить мир и межнациональное согласие. С приходом Ислама Каримова Узбекистан смог преодолеть все препятствия и обрести независимость, определить свой собственный путь развития. В течение последующей четверти века под руководством Ислама Каримова была проделана титаническая работа, в результате которой создана прочная конституциональная, институциональная и социально-экономическая основа для дальнейшего устойчивого развития страны. И Узбекистан занял достойное место в международном сообществе. И сегодня, вспоминая события минувших лет и видя ту созидательную работу, проводимую под руководством президента Шавкатами Романовича Мирзиёева, «Мы с уверенностью смотрим в будущее нашей прекрасной страны». Это Бариньёс Учён Рахмат.